Виталий, приветствую тебя снова на совместном видео технический фундаментальный анализ в преддверии заседания Европейского Центрального Банка. То есть у нас с тобой будет возможность поговорить о ЕЦБ и влиянии этого события на рынок только, соответственно, на следующей неделе, уже после того, как все отгремит и все отходит. Ну, даже не знаю, может быть, это и к лучшему, когда рынок успокоится, возможно, появятся новые тенденции и проще будет что-то сделать в плане новых прогнозов и тенденций. Но сегодня я все-таки предлагаю еще раз обратить внимание на европейскую валюту. Даже если ты не видишь сейчас каких-то локальных возможностей, может быть, пару слов скажешь, я думаю, что будет полезно, потому что все-таки уж точно евро станет звездой под закрытие этой недели. Давай тогда сразу к демонстрации экрана, к прошлым сделкам и тому интересному, что есть в моменте. Секундочку. Так, в прошлый раз сделка была по индексу доллара, точнее транслировала еще с позапрошлого выпуска. К сожалению, доллар ускакал вверх, мы закрылись по стоп-лоссу 93.50, он у нас находился сейчас, котировки 93.53. Друзья, для тех, кто следит за долларом, пока что не будет на рынке каких-то располагающих для продавцов движений продлится вот эта динамика непонятная до тех пор, пока Конгресс США не согласует новые меры фискальных мер поддержки. Это середина месяца, то есть фактически придется еще неделю ждать и, возможно, эта неделя как раз будет использована долларом для того, чтобы улучшить свои позиции. Я предлагаю уже к индексу американской валюты вернуться после того, как Конгресс выйдет с каникул, момент прям даже по календарю. Вероятно, даже к концу прошлой недели у нас будет уже, точнее, следующей неделе какая-то конкретика, то есть на этом можно индекс доллара оставить. Что касается европейской валюты, сейчас котировки 1.1770, сделка пока что в работе. По ожиданиям, которые сейчас есть по факту ИЦБ, можно сказать, отчет по ВВП, который вышел накануне, он оказался лучше ожиданий. И, в принципе, как и предполагалось, чем больше сейчас будет позитивных макроэкономических отчетов, тем больше шансов у нас, как трейдеров, которые следят за событиями на финансовых рынках, и в данном случае за пресс-конференцией Кристин Лагард, получить от нее каких-то позитивных комментариев о том, что экономика еврозоны восстанавливается. Ну, действительно, нам будет говорить про этот отчет ВВП, мы помним и последние релизы по активности производственного сектора, сфера услуг, тоже хорошая статистика. Нет причин негативить. А вот дальше, если все-таки наше ожидание того, что ИЦБ улучшит прогнозы по экономическому росту, дальше мы сами додумаем, потому что мы прекрасно знаем, насколько сейчас складывается плохо ситуация в Штатах, и на контрасте, опять же, того, что те же самые власти денежные США могут все-таки прибегнуть к дополнительным мерам экономического стимулирования, а тут у ИЦБ сигналы о том, что в этих мерах особой необходимости нет. Если сценарий реализуется таким образом, европейская валюта сможет развернуться. Для тех, кто пока что вне сделок по главному валютному риску, я предлагаю buy limit с отметки 1.1720, тоже по традиции стоп-ос на 50 пунктов ниже, это 1.1670, и ждать уже даже по риск-реворду, там три раза больше по тейк-профиту, 1.19 и, вероятно, повыше даже. Если Европейский Центральный Банк, как я уже отметил, улучшит прогнозы по экономическому росту на этот квартал и до конца года, и не станет конкретизировать ситуацию относительно новых мер экономической поддержки, например, дополнительного решения программы количественного смягчения, это точно окажет поддержку евро, что можно будет и использовать. Но как будут обстоят дела на самом деле, это уже поговорим с тобой, получается, в следующий понедельник, следующий пир понедельник. Так, что касается еще одной сделки, то сегодня предлагаю обратить внимание на рынок нефти. Мы видим то, что бренд WTI лихо увалится, сделка селл-стоп с уровня 39.38, сделка, конечно же, по бренду. Тейк-профит на отметке 37 примерно, стоп-ос можно поставить на уровне где-то 39.90 и 40. Почему нефть снижается? Сегодня, кстати, на своем брифинге я говорил, что причин несколько. Во-первых, это падение поставок в Китай, это рост напряженности в отношениях между США и Китаем. И еще вот последнее решение Саудовской Аравии все-таки снизить отпускные цены, начиная с октября до минимумов за последние 4 месяца. То есть это было воспринято также в качестве еще одного признака падения спроса. И самому факту нахождения Саудовской Аравии по-прежнему в состоянии ценовой войны против остальных ключевых нефтепроизводителей. Сейчас это 4-часовой таймфрейм, мы видим прям как в моменте рынок нефти все-таки откатывает. Я думаю, что мы прям вот-вот пробьем этот уровень и пойдем еще ниже. Пока что ставка на снижение всего сектора энергетики. Если вам нравится больше WTI, там в принципе динамика точно такая же, просто уровни иные. Но в целом нужно ожидать еще большего снижения. Виталий, слово тебе передаю. Так, видно рабочий экран. Ага. Да. Так, всех приветствую. Как всегда, обсудим те идеи, которые мы обсуждали в прошлый раз, те рекомендации, которые я давал. Ну и будем какие-то, возможно, новые идеи или, скажем, продолжение тех старых идей удерживания позиций. Итак, в прошлый раз я давал рекомендацию по евро-доллару short и индекс доллара long. Евро-доллар была рекомендация short где-то на отметке 1.18.30 вот в этом диапазоне. Гаврил, кто будет смотреть запись, если будет повыше, можно шортить тоже. Все, что ниже 1.18.65, только short. В принципе, мы немножко подросли, там около 10-15 пунктов и, в принципе, благополучно ушли вниз. Сейчас пока сделали только локальные цели. Локальные цели ставились в районе там 1.17.60, 50. Вот эти минимумы мы их добили. Я писал в комментариях под прошлым видео, что на этих целях можно зафиксировать часть сделки и дальше перенести позицию в безубыток, как по евро-доллару, так и по индексу доллара и ожидать дальнейшее падение, потому что здесь потенциал есть еще куда падать. В принципе, мы можем уйти в район 1.17 и, возможно, ниже. Но это уже покажет сегодняшнее заседание ЦБ. Пока я вижу, что... Завтрашнее. А, да, завтрашний четверг, что вижу, что на данный момент пока сохраняется тенденция в short. И, в принципе, моя рекомендация будет та же по евро-доллару удержание той позиции в безубытке, скажем так, свинг среднесрочного удержания short. Я еще даже на позапрошлых битвах, прошлой неделе или позапрошлой, давал евро-доллар повыше short. И, в принципе, кто шортил еще повыше и добавлялся, в принципе, находится в неплохом плюсе. И плюс еще такую заметку в прошлую битву, если не ошибаюсь, я давал фунт-доллар short. Еще был выбор у меня между фунт-долларом, это не прошлая, а позапрошлая битва. Был выбор между индекс доллара, евро-доллар и фунт-доллар. И между евро и фунтом я выбрал фунт, рекомендацию, потому что сказал еще, что фунт будет более волатильный, возможно. Но он всегда более волатильный. И с тех значений, которые я давал, это где-то 13.50, вот в этом диапазоне это было у нас 2 сентября. То есть мы ушли по сегодня, это 400 пунктов. А цели я ставил где-то в район 1.30, то есть это приблизительно там 350 пунктов. Потому что евро ушло с тех значений, с позапрошлой битвы, где-то примерно пунктов 100-150, там плюс-минус. А вот фунт в три раза больше. И в принципе вот на таких сделках среднесрочных я также советовал часть закрыть и часть удерживать. Потому что на интродэй-сделках много не заработаешь. Потому что есть шанс того, что часто рынок будет бить по стоп-лоссу. А вот средний срок, если уже пошла удача, правильный анализ, удержание позиции, скажем, кто умеет держать терпеливый, терпеливый зарабатывает деньги. То есть на этой сделке можно было неплохо заработать. Так, евро-доллар. Оставляем шорт. Те же значения без убыток. И еще была в прошлый раз рекомендация по индексу доллара лонг. Значения на покупку были в районе где-то 92.90. Это вот этот диапазон минимум понедельника. Аналогично писал вчера в комментариях зафиксировать часть позиций по индексу доллара. Потому что мы сделали первую цель в районе 93.50 плюс-минус. 93.30, 93.50. И, в принципе, дальше мой совет на сегодня удерживать индекс доллара дальше в лонг, в без убытки. С целями где-то примерно 93.90 вот этих АИ. И, как я раньше говорил, возможно, мы уйдем в район там 95 и БШ. Ну, скажем, посмотрим, посмотрим, что дальше будет. Потому что если ситуация будет как-то ломаться, будем давать другие рекомендации. Так. Это, в принципе, все. Комментарии по всем валютным парам я давал аналогичные. Что все смотрится на рост доллара. Это там австрийский доллар, новозеландский доллар, канадский доллар. Все на рост. Вчера, кстати, давал рекомендации своим подписчикам в канале Ауди и НЗД шартить. Неплохо ушли там дальше. По нефти. Какой я комментарий могу ставить. В принципе, согласен с шартом. Но, скажем, здесь у нас есть и куда падать. Но, скажем, нету какого-то накопления. То есть мы уже один, два, три, четыре, пять, шесть дней снижаемся. И сейчас можно, скажем, на какой-то откат уйти. Там небольшой. Шансы вот сейчас мы находимся, скажем, как бы в воздухе. И мы можем и вверх, и потом вниз, и сразу вниз. То есть нету накопления какого-то. То есть накопления были вот здесь на хаях. То есть мы пытались здесь и лонг в прошлом месяце ловить, и шорт. Наконец-то еле-еле мы ушли в шорт. Так. И, в принципе, в принципе, все. Ну и по золоту я еще в прошлый раз давал комментарий на шорт, что оно смотрится. Оно, в принципе, неплохо отпадало с прошлого раза. Это в понедельник. Примерно там 250 пунктов. Локальные цели мы сделали. И вчера снова откупили. Я даже тоже там шортил. Часть зафиксировал, часть по безубытку. И пока сейчас, скажем, мнение по золоту, оно такое сложное. Возможно, дальше уйдем вниз. А как это будет с текущих или с каким-то локальным перехаем в район там 1950. И дальше вниз. Ну, посмотрим, посмотрим. Поэтому на сегодня пока идет сохранение тех позиций, которые были в прошлый раз и поза-поза в прошлый раз. Это шорт евро-доллара, лонг индекса доллара. Потому что на сегодня больше никаких новых позиций нет по рынку и идей. Есть только удержание старых. И они, в принципе, по идее, должны принести еще какую-то там дополнительную прибыль. Спасибо тебе, Виталий. Следим завтра в заседании ЦБ. Тебе удачи поработать под это фундаментальное событие. Друзья, и вам всем, конечно же, тоже профита. Контролируйте риски. Следите за загрузкой по вашим депозитам. Это очень важно. То есть риск-менеджмент традиционно, как и всегда, на вас. Виталий, тебе не только удачи завтра, но и, в принципе, классного закрытия недели и замечательных выходных. Увидимся с тобой в следующий понедельник. Пока. Спасибо. До свидания. Пока.